Это, честно говоря, такая сложная задача дать ответ на такой вопрос, потому что с удовольствием слушаю конференцию. И вот после сегодняшних докладов у меня даже нет четкого ответа двигаться по пути химиотерапии или химио-лучевой терапии, потому что внятной доказательной базы нет. К сожалению, двух-трехмодальные лечения рака пищевода – крайне сложная задача. Не так много клинических исследований с достаточным количеством материала. И когда мы начинаем их анализировать, то, что мы уже обсуждали сегодня, выясняется, что опираться на эти исследования на сегодняшний день уже не очень актуальны, потому что исследования 5-и, даже 10-ти летней давности в основном, и совершенно другая была учевая терапия, совершенно другая была хирургия. И мы так еще очень скромно умалчиваем о современных возможностях адюванта и неодюванта, о иммуноденетических различных моментах и иммунной терапии. Поэтому то, что будет нас ждать сейчас и в будущем, на сегодняшний день не совсем отражает результаты тех исследований, которые у нас есть. А тут задача еще более сложная. Сказать, что лучше делать в том случае, если пациенты прогрессируют на индукционной химиотерапии. Вот тут доказательная база вообще стремится практически к нулю, и поэтому для начала я постарался разобраться, кто же вообще те пациенты, которые по каким-то причинам начали свое лечение с индукционной химиотерапией, а не с химиоучевой терапией. Второе – это насколько большой риск того, что эти пациенты на индукционной химиотерапии спрогрессируют. Ну и уже как третий вопрос, что же можно попытаться с этим делать. Если мы посмотрим на современные клинические рекомендации и наши отечественные, НССН, и рекомендации ЭСМО, то по большому счету вот тех ситуаций, когда пациент начинает лечение с местно распространенным раком пищевода, с химиотерапией, не так уж и много. В рекомендациях НССН – это практически те пациенты, которые не являются кандидатами на хирургическое лечение, с довольно выраженным опухолевым процессом врастанием в критически важные окружающие органы, такие как крупные сосуды. Если мы посмотрим на рекомендации ЭСМО, то роль переоперационной химиотерапии остается за аденокарциномами пищевода. Исследований по химиотерапии пищевода довольно много, но они в подавляющем своем большинстве касаются не предоперационного воздействия, а диссеминированных форм заболеваний. Много было уже сегодня сказано о преимуществах химиотерапии или химио-лучевой терапии. Большинство исследований говорит о преимуществах химио-лучевой терапии, как по количеству полных ответов на лечение, по позитивному Н-статусу по результатам патоморфологического исследования, по количеству эрнолизи, по количеству патоморфоза, по местному рецидиву и безрецидивной выживаемости. И докладчики уже дискутировали на эту тему, что лучше химия или химио-лучевая терапия. Опять-таки вот то исследование, на которое уже дважды сегодня ссылались, что да, вроде нет существенной разницы в общей выживаемости между химио-терапией и химио-лучевой терапией. И вот те нюансы тоже, которые мы уже сегодня обсуждали, что все-таки применение химио-лучевой терапии приводит к двукратному уменьшению полного патоморфологического ответа. И пациенты с полным патоморфологическим ответом, в свою очередь, имеют двукратное преимущество 62 месяца против 34 в отдаленных результатах лечения безрецидивной выживаемости. И вот в той группе, где полный патоморфологический ответ достигнут, там действительно разницы между химией и химио-лучевой терапией нет. А в той группе, где патоморфологический ответ полный не достигнут, там разница в пользу химиотерапии без химио-лучевой терапии преимущественно за счёт увеличения количества послеоперационных осложнений и 90-дневной летальности. Тем не менее, какие есть данные о преимуществах индукционной терапии? Вот есть небольшое японское исследование наших японских коллег, которые показали в целом преимущество применения двух курсов индукционной химиотерапии перед началом химиолучевой терапии. Опять-таки здесь есть нюансы. Это преимущество было достигнуто в группе пациентов с умеренной и высоко дифференцированным типом опухоли. В группе с низкодифференцированным типом опухоли разницы при проведении или не проведении индукционной химиотерапии не было. Итого, в каких же случаях наши пациенты с диагнозом рак-пищевода начинают лечение не с химиолучевой, а именно только с химиотерапией? По личному опыту большинство таких пациентов – это те пациенты, которым мы все-таки пытаемся провести индукционную химиотерапию. И это связано прежде всего с ослабленным статусом наших пациентов, с крайне плохим ЭКОК-статусом, с выраженным нарушением интегративной функции. В своей клинике мы стараемся выполнить лапароскопическую операцию по формированию энтеростомы, либо по формированию гастростомы из малой кривизны желудка, что не мешает в последующем выполнять хирургическое лечение. Более того, во время этой операции в последнее время мы стали крепировать левую желудочную артерию в надежде на адаптацию в последующем кровоснабжения к условиям формирования длинного трансплантата. Но даже адекватное налаживание энтеральной поддержки пациенту и начало энтерального питания с самого первого дня лечения таким ослабленным пациентам, как правило, не позволяет полноценно проводить химио-лучевую терапию. И проведение двух индукционных курсов химиотерапии в подавляющем большинстве случаев приводит к уменьшению размера опухоли и восстановлению питания пациента через рот, что существенно облегчает последующее проведение химио-лучевой терапии. Вторая группа пациентов – это где умышленно по каким-то причинам принято решение в пользу проведения химиотерапии без лучевого компонента вместо проведения химио-лучевой терапии. Ну и режимы. Режимы стандартные, сочетание препаратов токсанового ряда и платины. Режим FLOT, если это речь идет о БДН-карциноме нижней трети пищевода. И уже реже используемые режимы с применением вторурацила. Общие данные по анализу различных исследований говорят о том, что без проведения лучевого компонента вот такой подход при довольно распространенной местной опухоли не позволяет перейти к хирургическому компоненту лечения от 20 до 30% пациентов по разным причинам. И из этих процентов от 10 до 20% отмечается прогрессирование заболевания. Опять-таки, личный опыт проведения индукционной химиотерапии перед химио-лучевой терапией не очень большой. Это менее 30 пациентов. И отдать должное у подавляющего большинства пациентов мы видели положительный ответ на проведение химиотерапии. На моей памяти из этой группы только два пациента характеризовались прогрессированием на фоне индукционных курсов химиотерапии. Опять-таки, укладывается вот в эти цифры 20%. Какие виды прогрессирования могут быть? Возможно, реализация отдаленного метастазирования, либо как проявление недиагностированных субхинических метастазов, либо как истинное прогрессирование. Ну, собственно говоря, в этом случае вариантов у нас не так много. Мы вынуждены переключаться на вторую или третью линию лекарственного лечения. На сегодняшний день таких исследований становится все больше и больше. И третья линия тоже вполне серьезно на сегодняшний день обсуждается. Если речь идет о локальном продолженном росте. Здесь надо разбираться в причине. И опять-таки, вот те два пациента, которые были у нас, они характеризовались не совсем адекватным проведением индукционной химиотерапии, либо по несколько субоптимальной схеме, либо в связи с довольно длительным перерывом между первым и вторым курсом. И гораздо более сложный вопрос, какие же возможные варианты курации этих пациентов у нас есть. Ну, вот так по обзору различных отдельных публикаций и небольшого количества каких-то клинических исследований мы сконцентрировались на четырех вариантах. Это проведение химио-лучевой терапии, попытка проведения брахиотерапии, выполнение хирургического компонента лечения и конверсия схемы химиотерапии, в том числе с применением иммунотерапии. Очень коротко остановимся на брахиотерапии. Не так много работ на эту тему, но тем не менее, вот те работы, которые мы нашли, брахиотерапия совсем небезопасная методика. Мы разрабатывали в МРНС имени ЦИБО подходы к брахиотерапии пищевода, рака пищевода после неудачи дистанционной химио-лучевой терапии. И вот данные, которые получились в результате моделирования с учетом максимально допустимой нагрузки на слизистую оболочку, демонстрируют, что о радикальных дозах мы можем говорить только в том случае, если толщина опухоли не превышает 1 см. Соответственно, если мы говорим о местно распространенном раке пищевода, то толщина опухоли до 1 см – это крайне редкая ситуация. И таким образом, применение брахиотерапии в данном статке является исключительно палеоактивной методикой, которая направлена на улучшение качества жизни. Но вряд ли стоит рассчитывать на хорошие отдаленные результаты при применении данного подхода. Тем более, мы понимаем, что брахиотерапия никоим образом не воздействует на регионарные лимфы. Что касается хирургического лечения, также на это исследование уже ссылались. Не так много публикаций по солеважной изофагоктомии. В основном они касаются результатов изофагоктомии после неудач химио-лучевой терапии. Очень мало данных по результатам после неудач индукционной химиотерапии. Тем не менее, результаты говорят о том, что выполнение хирургического компонента может быть вполне оправданным и можно достигнуть вполне удовлетворительных отдаленных результатов в сравнении с другими методами лечения. При этом это всегда сочетается с повышенным риском осложнений как непосредственно послеоперационных. Прежде всего, это бронхопульмональное осложнение. Что касается химиотерапии, то результаты второй и третьей линии химиотерапии при раке пищевода, они, к сожалению, не столь удовлетворительны, как хотелось бы, и ограничиваются до 6 месяцев вторая линия, идут до 4 месяцев третья линия. Клинический пример. Опять-таки, очень осторожно надо относиться к клиническим примерам, потому что каждый раз все время это выглядит как некие рассказы охотника. И понятно, что у каждого хирурга, у каждого врача есть удивительные случаи чудесного исцеления пациентов при распространенной довольно окухоли. Но надо понимать, что это может не транслироваться в системную ситуацию. Вот расскажу об одном из двух пациентов, который у нас спрогрессировал на индукционной химиотерапии. Это был довольно молодой пациент, 56 лет, без выраженной сопутствующей патологии, изначально с большой распространенностью опухоли Т3Н2М0, третья стадия, причем пациент довольно хорошо обследованный, включая ПЭТ-КТ-исследования. И начинал он лечиться не в нашей клинике, начинал с трех курсов индукционной химиотерапии с препаратами токсанов, платины и фторурацилы. Несколько такая нечастая схема, которую мы у себя реже используем. Мы идем по пути либо схемы применения по кальтоцилу с карбоплатином, либо по схеме плот, если это аденокарцинома. Но, тем не менее, одна из возможных вариаций для назначения индукционной химиотерапии. И после трех курсов была отвечена отрицательная динамика. Изо всех четырех предложенных вариантов, учитывая то, что по данным повторного ПЭТ-КТ не было отмечено отдаленного метастазирования, выявлялась довольно большая первичная опухоль и множественные лимфатические узлы, ограниченные только поражением лимфоколлектора средостения, мы прошли по пути химио-лучевой терапии. Причем в классической схеме, как это предполагается в исследовании КРОС, препаратами токсинового и платинового ряда до 46 грей в течение пяти недель. Результатом этого лечения через два месяца после его завершения при оценке формально по критериям РЕЦИСТ это была стабилизация, но такая стабилизация с некой тенденцией к уменьшению размеров опухоли. Вы видите, что восстановилась проходимость пищевода, несколько уменьшилось количество и размеры лимфатических узлов, была довольно выраженная положительная динамика накопления радиофарм препарата по данным ПЭТ-исследования, хотя чисто по критериям по размеру эти критерии подходили только под стабилизацию и под частичный ответ не подходили. Тут, учитывая молодой возраст, и данные ПЭТ-КТ, было решено выполнить хирургическое лечение в объеме субтотальной резекции пищевода с лимфодисекцией 2F. В таких случаях, после такого массивного лечения, мы формируем всегда обязательно подвесную энтеростому для дополнительного энтеральной поддержки этих пациентов, если она не была сформирована ранее. Ну и патоморфологический ответ, который мы получили, YPT2N1M0. Чем это закончилось? Через 4 месяца после проведения операции был выявлен по данным контрольного ПЭТ-исследования единичный лимфатический узел в аортопульмональном окне. И, как вы видите, этот лимфоузел находится в той зоне, которая не попадала изначально в зону лучевой терапии и не является зоной хирургического воздействия. Учитывая то, что этот лимфоузел был солитарный, поставив планы предыдущей лучевой терапии, мы сочли возможным провести такую довольно точную лучевую терапию до суммарной очаговой дозы 33 грея за 10 сеансов и на этом отпустить пациента на продолжающее динамическое наблюдение. И фактически в течение года пациент наблюдался с проведением компьютерной томограммы. Через полгода было выполнено ПЭТ-КТ, которое показало отсутствие накопления радиофармпрепарата в этом единичном очаге. И буквально в феврале уже 2021 года при очередном исследовании был выявлен опять-таки солитарный очаг в верхушке левого легкого, по поводу чего была выполнена атипичная резекция верхней доли левого легкого с морфологическим подтверждением наличия в этом очаге метастатических клеток. Опять-таки учитывая то, что это был единственный очаг, который по ПЭТ-КТ был позитивный, никаких других изменений нет, пока было решено отпустить пациента на динамическое наблюдение, стараясь тем самым максимально отсрочить на оснащение и начало системной химиотерапии для того, чтобы оставить это в качестве резерва. Спасибо. Спасибо.